Я расцениваю прошедшие выборы как прозрачные, безусловно, то есть было меньше на много нарушений во время самого голосования и во время подсчета голосов, но не как честные. То есть эти выборы прозрачные, но не честные, потому что никаких равных условий агитации с партией власти не было. Более того, я напомню, что «Справедливую Россию» сняли с выборов, не допустили вообще выборов в трех районах Тульской области. Это Суворов, Кимовский район и Киреевский район. В этих трех районах Тульской области под разными предлогами, юридическими, личностными и так далее, не были допущены наши кандидаты, наши списки кандидатов. Например, в Киреевском районе и в Кимовском районе уже сформированный список кандидатов был фактически разрушен под административным давлением. Людям из списка звонили, обрабатывали и очень многие дрогнули. У нас фактически 25% списка в этих районах отказались кандидаты, потому что было такое давление. Поэтому ни о каких честных выборах идти речь не может. Что касается выборов в Новомосковске, то, безусловно, я считаю, к сожалению, это поражение оппозиции. Но посмотрите сами, 44% набрала партия власти, но в реальности они получат около 80% мест в новом собрании депутатов. Почему? Потому что перераспределение мандатов, раз, от совсем мелких партий не прошедших, а второе, это одномандатная круга. И, конечно, то, что партия власти, не пользуясь поддержкой даже половины, даже проголосовавших при явке в 30%, а это половина, это 15% от общего числа новомосковцев. Так вот, не пользуясь поддержкой даже половины, она получит более 80% мест в местном собрании. Разве это можно назвать честными выборами? То, что оппозиция проиграла, это очевидно. И не только небольшой результат нашей партии, когда мы провели только одного депутата в Новомосковске, и ЛДПР, которые с Родиной, которые тоже провели только по одному депутату, но и даже результат КПРФ, я считаю, провалом. Потому что три депутата прошли от КПРФ при 17% поддержки. И что будут делать эти три депутата при том, что у Единой России абсолютное подавляющее большинство? Я считаю, конечно, это провал. И причин для этого провала много. Конечно, мы не смогли в первую очередь мотивировать и привести на избирательные участки своего избирателя, который поддерживал у нас оппозицию. Почему не смогли? Это отдельный разговор, и мы его будем вести на бюро партии, регионального отделения партии в ближайшую уже неделю. И я думаю, это будет серьезный разбор полетов. Не исключены ОРФ-выводы. И второе, конечно, это нож в спину, который нам воткнул господин Денис Бычков, который, являясь до сих пор, формально говоря, членом партии «Справедливая Россия», стал активно агитировать за партию «Спойлер», «Родину». И очень многие избиратели были просто сбиты с толку. Его поведение также будет рассмотрено на бюро регионального отделения. Я буду предлагать господина Бычкова, нынешнего министра образования, в правительстве Тульской области исключить из партии «Справедливая Россия» за предательство интересов партии. Что вы можете сказать по поводу низкой явки населения? С чем это связано? Ну, конечно, это первое время проведения выборов. Одно из самых неудачных, которое было выбрано. Более того, я считаю, что вся компания партии власти велась таким образом, чтобы явку снизить. То есть, очень было мало информации, очень было все это сделано келейно. То есть, партия власти работала на то, чтобы пришел ее избиратель. И это им удалось. То есть, они работали точечно только с теми, кто их поддерживает. Они проводили специальные опросы, обходы населения, выясняли, кто их поддерживает, и дальше продолжали работать только с ними. Им не нужна была высокая явка изначально. И этого они добились. Ну, и второе, конечно, недоработала оппозиция. И здесь и мы недоработали, безусловно. Наши местные отделения, например, в Новомосковске и в других районах тоже. И то, что люди не верили в то, что оппозиция изначально победит, и поэтому не пришли на избирательные участки, конечно, нужно делать выводы самой оппозиции. И делать выводы серьезные. Потому что впереди у нас через год выборы в областную думу. То, как красиво, в кавычках, партия власти обыграла оппозицию на этих выборах. Надо ей сказать спасибо этой партии власти. Как сказал царь Петр после Нарвской битвы. И двигаться вперед к Полтаве. Чтобы те учителя, в кавычках, от партии власти поняли, что такое Полтава. Нарвой не заканчивалась война.